Есть ли у Ирана шанс когда-нибудь вновь стать нормальным государством, как это было при Шахе? Теперь я считаю, что при Шахе это было нормальное государство. Нормальное государство было прямо в садик, которого свергли американцы вместе с англичанами и вернули Шаха. Так что Шаха это было не нормальное государство, конечно, не такое, как сегодня. В будущем я уверен, что иранская цивилизация одна из древнейших цивилизаций. Иранский народ переживал много изменений. Я думаю, что рано или поздно этот кошмар, связанный с шиитским и славским экстремизмом, закончится. Иран станет нормальным государством, которого вы достойны первого. Ну, это такой вопрос уже пошел по еврейской тематике. Как вы относитесь к евреям, которые финансово поддерживают режим на Украине? Само как я бы отношусь к евреям, которые поддерживают Легитию. Следующий вопрос. Если не секрет, в чем суть ваших политических, идеологических расхождений с Биби Натаньяловым? С нашим премьер-министром. Чтобы сформулировать это так. Я не принимаю Биби Натаньялову, прежде всего, как руководителя. Человек абсолютно бесчестный, не держит своего слова. Для него ничего не важно, только сегодняшний момент. Он может врать три раза в день, в зависимости от того, кому и как это надо, а потом самому себе. Это с этой точки зрения. Человек очень поверхностный, я работал с ним. То есть, когда мне его помощники говорили, когда ты ему даешь какое-нибудь заключение, отчет бумагу, заключение не больше половины страницы, больше половины страницы он не читает. Это само собой я работал. Он не первый премьер-министр, в котором я работал. Но такого я никогда не видел. Это с этой точки зрения. Его идеология, если можно назвать то, что у него есть, это идеология, мне абсолютно неприемлемо. То есть, ни по форме, ни по существу, ни по чему. У меня не на основании опыта работы с ним, на основании того, что он делал, нет ничего вообще. Я уж не говорю о чисто моральных качествах. природной скупости, желание использовать других или чужие деньги. Я это видел каждый раз. Как вы оцениваете, продолжаем израильскую тему, перспективы партии Абуда в связи с возможным избранием товарища Амира Переца и ее лидером? Поясни нашим зрителям, что товарищем Амира Переца называют, потому что он долгое время был еще и председателем профсоюзов. Ну, если рабочая партия докатится до того, чтобы поставить в голове себя такого продажного политического оппортуниста, который пять раз менял партии, дважды бросал рабочую партию, переходил в другие. И человек, который был самым бесчестным с точки зрения принятия решения министром обороны, он вместе с Ольмиртом втянул нас в эту самую позорную Вторую Ливанскую войну. И именно его и Ольмирта решение, он был министром обороны, привело к затяжным боям в этой войне и к самому чудовищному преступлению в последние дни войны, когда они во имя своей политической славы и успеха инициатировали после уже того, как ясно было, что принимают резолюционное прекращение огня, дополнительное наступление ингредиентской армии, которая была абсолютно бесполезна, она пошла в 35 убитых. А если этого человека, который, приходя в партию, обманывал всех и всем, когда он обманывал Переса, который обманывал своих сторонников, всегда искал, куда прийти, и его успех именно на том, что он, используя свое влияние, может записать в партию то, что у нас называется подсчет корзинами, то есть как бы подписать в партию, чтобы голосовали за него тысячи людей, которые никакого отношения не имеют, чтобы они за него голосовали, это означает полное позорное окончание этой рабочей партии, которая играла славную роль в исторической истории. То есть с этим руководителем эта партия превратится в отстой всех отбросов израильского политического левого лагеря, которых нигде нельзя, плюс с добавлением тех, которые готовы идти за Пересом, потому что им это выгодно. То есть если кто-то хочет похоронить эту партию, пожалуйста, поставьте Амера Переса в главе. Если они его поставят, это то, что на иврите называется Квурат Хамор, то есть похороны осла, то есть эта партия будет похоронена как подохший осен. А Габай, который будет с ним спорить за лидерство, намного лучше? Габай, у него нет такого отрицательного рекорда, таких действий, которые было у Мира Переса. Может он просто не успел? Я не могу говорить о человеке, что он не сделал какого-то проступка, потому что он не успел. Тут в отношении Переса доказано, что это политическое ничтожество. Человек, у которого нет никаких принципов, никаких способностей, никаких талантов. Поменять пять раз партию, это надо иметь к этому таланту. Так что у Габая у меня нет ничего ни за, ни против, я его не знаю. Я мало знаю о том, что происходит в рабочей партии. Я с сожалением смотрю, но... С сожалением, просто чисто когда-то была нормальная партия, я многих руководителей ее знал, еще и Голды, и Бен-Гурена, и других. То есть до чего она докатилась, это ужасно. Но, вероятно, все руководители этой партии, каждый внес свою долю в это. Их было много. Их было слишком много. И почти все последние руководители покинули эту партию и перешли в другую. Это тоже о чем-то говорит. В этой партии сегодня нет ни идеологии, ни политики. У них есть только одна борьба за личную власть любыми средствами. То, что некоторые достойные люди вне партийной работы, я их всех знаю, кроме Габая и Маргалита, Офер Болев или этот Ярцога, я хорошо знал, и других, они более достойные люди. Но то, что они склоняются, и Офер Болев заявил, и я не объявлю, кого я поддерживаю, по-моему, это не честно с чисто политической точки зрения. Если ты политик, скажи ясно, какие твои политические взгляды, а не отходи в сторону в надежде на то, что я определю свои взгляды по результату. Это не та политика, которую я считаю честной или открытой. Офер так решил, жалко. Я думаю, что эти выборы и если Амир Перес будет во главе партии, значит, позорное кончение этой партии. Хотя она может формально существовать. Ну, были примеры. У всего есть свое начало и свой конец, очевидно. Я следующий вопрос. Как вы относитесь к Генри Киссинджеру и его деятельности, взглядам и книгам? Генри Киссинджер он один из высокопрофессиональных и умнейших политиков в мире. Я мог не соглашаться с теми или иными его деглядами или действиями. Потом я участвовал еще в демонстрациях против его приезда, но это было после войны судов. Против его предложения. Но это совершенно другое. это большое счастье в Америке и для Америки было. Что он не американец по своему мышлению, был министром иностранных дел и он вытащил Америку из того болота, в которое ее утащили. Думаю, в современной Америке не хватало бы такого человека. Но, с другой стороны, при современных системах власти, которые были, после него он бы никак не мог влиться в эти системы власти, потому что они были антиинтеллектуальны. Я смотрю на все свои фразеологии. То есть, он был один из самых замечательных политиков международной политики. Но, если можно сравнивать его, хотя это совершенно разные люди и без тех трюков, со времен толерану, вряд ли был человек такого масштаба разбирающийся и проводящий международную политику. Ваше отношение к судебному процессу в Азербайджане над блогером Лапшиным. Вам не кажется, что этот суд превращается в фарс, когда вместо свидетелей выступает незнакомый блогер у беженца. И что Вы скажете о позиции Израиля в этом вопросе? Если человек нарушил законы Азербайджана, то нарушаете законы, он должен быть готов, что если ты нарушаешь законы страны, что тебя в этой стране будут судить. Какие законы? Надо более серьезно относиться к тем странам и к тем условиям, которые есть. В отношении того, что идет на этом суде и как? Я абсолютно не знаю. Это уже не знаком с азербайджанскими судами и прочее. Но факт того, что он нарушил закон Азербайджана, это и есть. Он не отрицал этого факта. А дальше после азербайджанской власти решают в соответствии с их законами. В отношении Израиля он израильский гражданин, но он российский гражданин. Израиль пытался воспрепятствовать, чтобы из Белоруссии выдали его. Россия тоже выпустила. Белорусский президент решил, что его отношения с Азербайджаном и подписанные соглашения стоят выше личных права. Его выдали. Он к Израилю имеет номинальное отношение. Он больше живет вне Израиля и неизраильскими понятиями. Он больше живет в России и прочее. человек взрослый, он имеет право делать свои ошибки. И на глаза эти ошибки можно платить. Нашел себе приключение. Азербайджан Азербайджан с Азербайджан Азербайджан Азербайджан